Отдых за границей и долгожданный отпуск может омрачить банальная нехватка разрешения второго родителя на выезд ребенка из Украины. Для того, чтобы не остаться в аэропорту, одесские пограничники советуют заранее обзавестись биометрическим паспортом или сделать визу. Одесские пограничники готовы к летнему росту пассажиропотока, а число путешественников вырастет наполовину. Поэтому пограничники увеличили количество сотрудников и подготовили дежурные группы. Службу в аэропорту несет и Бонни. На ленте с багажом ягдтерьер ищет запрещенные наркотические вещества. Наши собаки проходят курс, навчальник курс в киноличному центрі, місто Великі Мости, де здобувають кваліфікацію по пошуку наркотичних речовин, а по пошуку вибухових речовин. За прошлый месяц у нас было одно эффективное спрацювання. Было выявлено громадянина Туреччини, який прибыл авиарейсом с получением Дуба и Одессы, 4 кг кокаїна. В Одесском аэропорту объявили набор специалистов по проекту «Новое лицо границы». Проект инициирован Европейским Союзом. Стать пограничником может любой человек со средним образованием и желанием изменить страну. Кандидаты, которые идут к нам на этот проект, проходят психологическое тестование, оскільки людина должна быть адаптирована до разных условий службы, до важных условий, адаптирована в коллективе. Плюс это физическое выхование, физическое намонтажение, сдача физических нормативов, элементарные знания английской умовы. Тем, кто хочет стать новым лицом границы, необходимо зарегистрироваться на сайте Государственной пограничной службы до 27 июля.